Лена расскажет про обратную сторону медали, потому что, как вы понимаете, есть две стороны. Я человек, который ее все время, оставаясь в тени, все время ее толкал. Это мой Харви Вайнштейн. Да, никто не понял про Харви Вайнштейн. Что, никто не знает? Харрассменты? Звезды в Голливуде, нет? Что, серьезно? Итак, про развитие канала. Да, Харви Вайнштейн, это был охрененный продюсер. Самые лучшие фильмы вот этого века, это его фильмы были. Которого в итоге затравили за то, что каждая звезда практически, которая через него проходила, проходила там через постель. Его за это затравили, но у нас все легально. Итак, как развивать канал? Кликер у меня в руке. Прежде всего, я хотел бы спросить, у кого есть канал и хотя бы одно видео на YouTube. Раз. Так. А почему нет? У остальных почему нет? Времени не хватает. Хорошо. Еще. Не знаете, как открыть канал на YouTube? Все снято уже. А почему тогда люди ездят по конференциям, когда уже все снято и смотрят каких-то людей новых и новых? Ясно. Короче, вы в плену заблуждений, потому что у меня хорошая новость для вас. Ничего не снято. Потому что вашего лица на этом видео нет. У каждого из вас есть уникальная харизма. У каждого из вас есть уникальная черта, которая не зацепит всех. Кто-то на меня сейчас смотрит и думает, слушай, ну какой урод. А мне сколько пишут? Вот это ты быт. Кошмар. Слушать невозможно. Вопрос. Каждый найдет свою аудиторию. Возможно, наша аудитория, которой мы понравились, ну не мы, она, она к вам не пойдет. Но у вас будет своя. И это нормально. Поэтому сейчас это самый большой канал по обучению, я об этом рассказал. Лена расскажет, почему так мало. Ну да, потому что я ленивая, это написано. Потому что это очень стрессово. Потому что я сама себя не заставила бы снять ни одно видео. И больше того, у нас, конечно, были конфликты. Потому что он меня заставляет. У нас, короче, еще, знаете, проблема распределения ролей основная. То есть на работе он мой начальник, я прихожу домой, я там у себя на работе тоже начальник. И когда он меня заставляет, он говорит, слушай, у меня такой классный есть сюжет, ты должна его снять. А я в этот момент там, не знаю, не в настроении. У меня там синяки от инъекций или еще что-нибудь. Всегда, настроения нету никогда снимать видео. И он мне говорит, давай, все, садись, все, я выстроил камеру и давай. Вот все мои первые видео, наверное, вы смотрели, которые самые старые, там, в рожах кирпичом, недовольные. Мы только что поругались, меня заставили, короче. И, ну, чем дальше, тем мне становилось проще. Но когда он устранился, вот мы в очередной раз поругались. И он сказал, все, я больше не Харви, я ушел. И канал встал просто. Потому что если меня никто не заставляет, я не снимаю. Вот, ну, мы так устроены. Я не знаю, кстати, как они справятся, если у них не будет того, кто будет их поставить на финале. Вопрос моего дисклеймера в первом выступлении. То есть если вы можете, если вы хотите этого, ну, действительно хотите, это несложно. Вы сейчас говорите, у вас нет времени, ой, я не могу, ой, все снято. Это все отмазки. На самом деле для вас, для каждой из вас нет ничего невозможного. Это звучит банально, но это так. Хотите, блин, я не знаю, но посмотрите на людей. Посмотрите на есть мастер, я не буду называть его фамилии, которые абсолютно ноль. Водолейла? Водолейла, да. Абсолютно ноль в татуаже, но она такая плодовитая по видосам. Постоянно. Находит темы. Темы находит. Прикол в том, что темы есть. Мы расскажем как. Вот такой способ. Мы расскажем как. Да. Если бы Лена публиковала каждую неделю одно видео, канал был бы, я думаю, если не миллионник, то 1150-200 там было бы. А если бы Лена говорила на английском? Если бы Лена разговаривала на английском, было бы еще больше. Лена, к сожалению, не очень хорошо разговаривает на английском. По поводу студентов со всего мира. Кто знает про то, что два года назад у нас были курсы VIP-адванс? Кто не знает? Ага, расскажем. А можно оператора трансляции попросить нажать на клопку play? Есть там гиперссылка или нет? Ага, гиперссылку Adobe не поставил. Ладно, вам придется тогда поверить на слово. А там отзыв, да? Там отзыв, да. Благодаря YouTube Лена смогла сгенерить поток клиентов, мастеров, которые приезжали на переподготовку, которые не говорили по-русски. Они приезжали из Европы, из Америки. Американцы, коренные, в Краснодар. В эту жопу мира. Вы представляете? Это просто мордор в их голове. Ну, просто это какое-то просто сосредоточие зла. И они туда приезжали. И при этом у нее солд-аут всегда был. У нее не было места. Мы работали над этим, конечно. Поднимали регулярно цену. Каждый раз через ее крики и спазмы. Это было то же самое, что с процедурами. Он мне сказал, так, слушай, мы сейчас запускаем VIP, и будет одно место стоить 350 тысяч. Я говорю, нет, это невозможно. Нет, давай, давай 100. Нет. И мы вот сели, провели трансляцию, и у меня сразу забилось несколько курсов. И это, конечно, было стрессово, учись за такие деньги. Да. То есть, еще раз, VIP-адванс — это курс, где приезжали мастера со всего мира, и они получали в волосковой технике, в татуаже бровей и губ, 30 моделей за 9 дней. Это был просто хардкор. Это было прямо жесточайшее... Насилование, наверное, нельзя сказать. Ломка такая. Профессиональная ломка. Вот как вот топят этих морских котиков в воде в Америке, когда они проходят этот курс, или краповые береты бьются, там падают в обморок. Примерно то же самое в мире перманентного макияжа нам удалось сделать. При этом практически никто из русских это себе позволить не мог. Туда приезжали американцы. Ну, вот приезжает американка из Техаса. И это не просто там разовый случай, ну, просто поток был. И девочка, которая вчера была на судействе, здесь, я так понял, проходил какой-то конкурс, Настя Губарева, она была на этих курсах переводчиком. И, ну, это возможно только благодаря YouTube. Только благодаря YouTube. А почему? А потому что в YouTube она все отдавала. Потому что в YouTube умный Дима сказал, у нас не выходит ни одного видео без английских субтитров. И каждое видео у нас выходило, я платил переводчику, переводчик переводил, мы заливали на YouTube. Как бы рано или поздно это выстрелило. Это выстрелило. Видеоотзывы пропускаем. Первый ролик тоже пропускаем. Вы можете его найти. Значит, смотрите. Первый ролик, который мы сняли, он был для розницы. И мы говорили, давайте снимем, как можно красиво делать процедуры. И... Да, это было ужасно. Там нарушены были все нормы вообще. Я сидела там, рисовала эти волоски, а он лез вот так с камерой, мне мешал. И я ему говорила, уйди, не мешай. И вот это был первый ролик. Ну, вы можете, наверное, найти его, да, где я заговорила. И матрицу все смотрели, вот этот склеенный рот. Я вот так говорил, здравствуйте. Краснело, бледнело, там слезы у меня. Короче, это было ужасно стрессово. Если кажется, что это легко, может быть, потом начало казаться, да и быть легко, когда ты сделал это много раз, то вначале это был просто колоссальный стресс. У меня вот так тряслись руки. Там, короче, это жесть была вообще. Я имею в виду, вас это ждет, если вы начнете. Нет, нет, не факт. Вообще не факт. Она не публичная. На самом деле она всегда хочет в раковинке своей побыть. И я ее оттуда выталкиваю. Сейчас она находится уже в статусе, когда ей это нравится. Мне прикольно. О, да, мне нравится. 500 человек в эфире, прямом инстаграме. Прикольно, нормально. А раньше она просто в обморок упала от этого. Но это все проходит, ничего страшного. Так вот, первое видео, где она разговаривает с аудиторией, было снято через 4 года после того, как вышло первое видео, где она делает процедуру. Вот мы дебилы, да? Ну, казалось бы, пришло видео. Первое видео, где делает процедуру, оно было, ну, как бы не особо, но подумаешь, каких-то там 100 тысяч просмотров. Оно было для клиентов, но начали писать мастера сразу. Начали писать мастера. О, молодцы, что делитесь. О, показываете. Почему сразу не сообразить? Ребята, девчонки, прямо сейчас. Я с вами вот, я пытаюсь, у меня нет задачи никому из вас ничего не продать. Я очень благодарен, что вы пришли. Прямо сейчас просто откройте голову и поймите. Если вы снимете ролик, засунете его на YouTube и просто положите, и будет лежать, это будет лучше, чем вы не сделаете ничего. YouTube — это штука, которая, как вы знаете, есть «Золотое копытце», «Сказка». Вот где там… Выбивается золото. Довольно! Вот YouTube постоянно, ежедневно приносит деньги. Просмотры, известность, узнаваемость. Каждый день. Вы ничего не делаете. Вам снять… Да, пожалуйста, микрофон только. Организаторы, если можно. Организаторы. А я отнесу. И они горды. Много ли негативных каких-то комментариев? Но от этого не падают руки там? По поводу хейтеров… Ты становишься устойчивой к этому. Нет-нет, по поводу хейтеров… Я очень люблю хейт. Я очень ценю людей, которые… Профессионал в создании этого вообще. Нет-нет, которые хотят тебе что-то сказать, где ты можешь стать лучше. Не вздумайте никогда блокировать никого. Если человек… Всегда включайте переключатель в голове, чтобы… Ага, если этот человек говорит мне какую-то гадость, значит, для какого-то процента моих клиентов, которые несут мне бабки, я делаю что-то не то. А что я могу изменить? Всегда можно заблокировать. Но, например, у нас правила мы не блокируем в социальных сетях. Никогда. Мы никогда не делали это даже сойди. Если спам какой-то, ну, или там какой-то человек начинает неадекватно вести себя в смысле маты, обижать других участников, тогда да. А так блока нет. Но хейтеры… Я вас уверяю, каждый комментарий, который вы пишете под видео, она читает. Ну и расскажи. Каждый десятый я отвечаю. Нет, как к хейтерам ты относишься. К хейтерам? А, ну, знаете, как бы он меня ловил несколько раз, когда я такая пишу. Вы знаете, я же умею написать так, сказать так, что там уши отсохнут. И он мне забирал телефон и говорил. Ну, конструктивно он спрашивал. И прикол в том, что эти люди, не знаю, какая-то большая часть, половина примерно, они становятся твоими адептами потом. То есть ты такой объяснил, такой, а, я понял, оказывается, я там недопонял что-то. И вот эта трансформация, она была очень удивительная для меня. Вот сейчас я уже там тоже так себя люблю. Но вначале я, конечно, я бы как положено, как все вот женщины, блокировать, рубить бошки. Нельзя. Более того, одна из ее учителей основных – это Юля Рысена, которой мы очень признательны. Она офигенный мастер из Украины. Если, может, кто-то ее не знает, посмотрите. Она написала под ее работой. Что она написала? Ну, наверное, все на Макашем канале сидят и смотрели об этом. Да, не факт. Нет? Не факт? Что она написала? Она написала «Волосок дрожащий». Я прям мне-то врезалась, потому что мы дружим уже столько лет с ней. «Волосок дрожащий, тебе нужно машинку настроить». И он меня застал за тем, что я пишу «Сама ты дура». Там что-то такое. Он такой «Стоп, ты подожди, это же критика конструктивная причем. Дрожащий волосок, ты должна изменить». Я такая «Удалить? А что не так?» И прикол, она мне тут же присылает фотографию. Смотри, вот машинка, вот здесь надо подкрутить, настроить. Я такой «О, так бывает». Это меня поразило очень сильно. Хейтеры — это ваши друзья. Если вы думаете, что нужно забить на хейтеров, удалять и так далее, вы обрезаете себе часть мозга, которая отвечает за реакцию на окружающий мир. Нельзя этого делать. Если вы хотите успеха, если вы хотите комфорта, херачьте их просто. Давайте презентацию. У нас время идет. Нам же задача сделать так, чтобы каждый был успешным. Первый ролик мы не посмотрим. Ладно, короче. Последний курс Лены принес ей 2 миллиона рублей. Это выручка. Практически 100% из них — это прибыль. Там были какие-то косты, связанные, может быть, с арендой. Ты помощнику платила, но… Никакой рекламы не было. Да, это все благодаря YouTube. Понимаете? То есть люди приезжали. Это, опять-таки, не русские были. Они приезжали, платили, по-моему, 7,5 или 8 тысяч долларов за 9 дней. И все, и жили. Краснодар. Примерно год назад Лена сказала, все, мне это надоело. Я не хочу. Я говорю, слушай, 2 миллиона, ну камон, ну ты что? Она сказала, буду детьми заниматься. Детьми там, то, сё, кайфовать. Я понял, что она очень зрелая женщина, очень здорово, что она на это пошла. Кто из вас может от 2 миллионов отказаться за 9 дней? А есть такие, кстати? Может, тоже есть? Нет? Но вам к этому нужно прийти. Она отказалась от этого? Ты жалеешь? Нет. Это изматывается. То есть это не просто вы просто клали деньги в карман. Я видел, она просто пахала. То есть 9 дней, когда ты просто на износ с этими моделями. Кто работал с моделями, тот, наверное, поймет, да? Что это за люди такие? За месяц до этого у нас начинались дистанционные курсы, поэтому это была такая длинная похода, но очень обучение. Это всё рассказали к тому, что мы знаем, что делать. Бесспорно, мы не лучшие в профессии YouTube, однозначно. Мы любители, которые вот нахватались по вершкам, но даже этого нам хватило для того, чтобы организовать что-то более-менее работающее, конвертирующее, приносящее деньги. Ещё раз, я отвечаю за деньги. Вот Лена в следующую презентацию будет рассказывать, как там сделать красиво. Я буду рассказывать вам всегда, как заработать денег. Надеюсь, вы меня не будете за это ругать. А кто из вас ищет информацию в YouTube вообще? Потому что я по инерции много ищу вот деписульки, но... А с этой с половиной никто не ищет. Мало людей пользуются. Я ищу на YouTube всегда. Она ищет в Google или в Яндексе. Я всегда ищу... То есть мы по-разному устроены. Опять-таки, часть аудитории, которую вы теряете, она ищет информацию на YouTube. Если вы прямо сейчас забьёте... Например, мы выпустили ролики обучения татуажу в Ставрополе. Там будет лицо Лены, когда говорит, вы ищете обучение татуажу в Ставрополе? Вот мы там предлагаем онлайн-обучение. И то же самое по всем городам от 300 тысяч населения. Это бесплатно. Мы это сделали. Вот стоит видеооператор, он это смонтировал. Мы залили на YouTube. Всё. Трафик бесплатный. Но неплохо же. По-моему, неплохо. Ещё раз. Если вы хотите получить бесплатный трафик, YouTube... Класс. То, что нужно. Презентацию, пожалуйста. Мы идём дальше. Мы очень хотим вас научить, как это делать. Самое популярное видео на канале, если вы посмотрите на аналитику. Первое это... У меня интерфейс установлен английский на компьютере, поэтому немного на английском языке. Я буду здесь переводить. 627 тысяч просмотров. Это просмотры с рекламой. То есть мы пустили рекламу на этот ролик. Предполагалось, что он будет лояльным. Ничего толку нам никакого это не принесло. Поэтому мы эту идею забили. Второе по популярности, это уже без рекламы, это пудровые брови. 598 тысяч просмотров. Я могу открыть статистику, показать подробности. Примерно 10% это Соединённые Штаты Америки. Трафика. Соответственно, самые платёжеспособные люди в... Наверное, после Норвегии или Швеции в мире. И самая большая страна платёжеспособная. Следующее это 365 тысяч просмотров. Это подробный рассказ о том, как делать татуаж в век. Дальше. Как правильно прокрашивать брови. Это всё в итоге ответы на вопросы как. Понимаете, да? Люди, естественно, залипают. Ага, вот так, 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 так. Вот так это делается. Это очень здорово. Потому что до нас никто информацию не выдавал так вот, в таком объёме. Никто не... Ну, знаете как, все... Я замечал на... Включал какие-то видео. Все что-то пытаются скрыть. Музычкой прикрыть. Там ускорено. То есть все боятся, что отдав всё, они не смогут за что-то взять деньги. Я, кстати, тоже боялась. Я говорила, Дима, зачем мы с вами вот так снимаем всё? Я всё рассказываю. А чему я учить буду? И получается, знаете как? Стой человек смотрит. Из них там 20 поняло сразу, как это применить. Остальные пробуют, у них не получается. И они просто говорят, научи меня. Я приеду к тебе. Куда? Где? В Шопе живёшь? В Краснодаре. А можно Сваровский взять? Они мне писали. Или у вас там опасно? Нормально. Мы подбираемся сейчас к тому, как выбрать тему. Я на полном серьёзе сейчас хочу, чтобы каждая из вас выпустила, может быть, даже сразу после того, как эта конференция закончилась, пока у вас горит, выпустила одно видео. Хотя бы одно. Можете пообещать мне прямо сейчас, что вы выпустите видео? Ну, те, кто хочет. Мне поднимите руки, кто обещает. Скажи, обещаю. И отметьте нас, чтобы мы посмотрели. Супер, отметьте нас, да мы посмотрим. Я не шучу, серьёзно. У меня нет меркантильных интересов здесь. Продать вам там в Ютубе что-то. Нет. Я хочу, чтобы каждый из вас самореализовался. И презентацию, пожалуйста. Мы переходим, если вы хотите этого, мы переходим к темам. Возможно ли в 2020 году создать успешный канал ОПМ? Я считаю, что возможно. Почему? Потому что мы ленивые жопы. Можно говорить такое? Ну, я думаю, можно. Мы ленивые. За счёт того, что мы ленивые, огромное количество пространства для более предприимчивых мастеров, тренеров, которые могут, собственно говоря, эту нишу заполнить. Посмотрите на Водоенкову. Она же снимает ни о чём. Просто снимает как бы то, что вижу, то пою. И ни на чём. С нулевым абсолютно. Мне очень хочется, чтобы там были хорошие, классные мастера. Вот сидит амбассадор наших пигментов, Алёна Войнова. Она же охрененный мастер. Сумасшедший мастер. Ну, почему её нет на Ютубе? Почему тебя нет на Ютубе? Ответственность большая. Понятно. Комплексы детские у вас. Почему Водолейла есть там? Да, у неё ответственности нет, когда пишут в чате о том, что ужас-ужас, не покупайте у неё, меня обманули. На тебе ответственность, что её обманули. Потому что если бы была ты, у них был бы выбор. Всегда на чашу весов вешайте то, что вы получите от того, что вы делаете, и ваши комплексы. Всегда боритесь. Успешный человек – человек, который поборол свои какие-то неоптимальности. Вы думаете, Лена не стесняется стоять на сцене или снимать эти видео? Прорезентацию, пожалуйста. Не стесняйтесь. Это проблема вот этой эффекта самозванца, да, когда мне кажется, что я ещё недостаточно хороша, чтобы кому-то что-то давать. Есть такая проблема – эффект самозванца. У кого есть ощущение, что я недостаточно хорош ещё? Вот это самое. У меня есть. Я каждый раз думаю, я же не очень хорошо делаю. Зачем ты лезешь ко мне с камерой? Эффект самозванца – это то, с чем вам предстоит бороться. И здесь всегда нужен баланс. Вы должны всегда понимать, что вот самозванец, ещё раз, не будем назвать фамилии, так и есть. Это люди, которые не имеют… А вы можете видеть соотношение лайков, дизлайков и негативных комментариев под их контентом. Вы можете за этим… Собственно, публика их оценивает как самозванцев или как нормальных. Скорее всего, большинство из вас не будет самозванцами. Смело можете хотя бы клиентский контент закрыть, потому что у каждого из ваших клиентов есть проблема. Снимите одно видео о том, как ухаживать за бровями. Запишите его и отправляйте клиенту сразу после того, как прошла процедура. Прикольно. Прошла процедура, он видит, например, ваше лицо, которое говорит ему, что делать. Снимите одно видео, как подготовиться к процедуре и отправьте каждому клиенту перед процедурой в WhatsApp. Он почувствует заботу. Вы чек понимите, у вас экспертность растёт. Круто. Ей не наплевать на меня, а так можно. Так бывает. Проявите заботу о клиенте. Итак, шагов несколько. Я сейчас их разгоню. Вот моя часть. Выступление. Лена постоит здесь мебелью. Будет нашим талисманом. Итак, создайте канал на YouTube. Это очень просто делать. Это вообще вот так. Ну, то есть школьник даже справится, вообще не проблема. Выберите тему. Как выбрать тему? Ещё раз. Что сейчас Лена должна снять? Смотрите. Это разница между короткоходом и длинноходом. Это лучшая машинка для волосков и лучшая машинка для растушёвки. Вот эти темы, если вы их сделаете, они однозначно наберут несколько десятков тысяч просмотров. Ну, потому что мы видим, что эти темы постоянно в прямых эфирах. Они постоянно на языке у мастеров. Им интересно это. Вот вы, кстати, если снимете их, вам можно их снимать. Снимите первее её, пожалуйста. Она ленивая. Вам нужно снять и показать, что есть конкуренция на рынке. После того, как вы выбрали тему, снимите первое видео. Что вам понадобится? Кольцевая лампа. Есть у каждого, наверное, да? Все же там фотографируют. Микрофон комика CVMWS50. Можете записать, загуглить, что это за штука. Это микрофон, который втыкается в ваш мобильный телефон. А зачем микрофон уже? Расскажу. Вы можете недооценивать своё поведение, когда вы смотрите видео. Если вы видите в видео звук без микрофона… Высокий, неприятный. Начинаешь напрягаться, потом… Потом, даже если это важно. Вы наверняка это за собой замечали. Следите за звуком. Звук – это самая недооценённая штука в видеографии. Звук – не картинка, не свет. С этим всё хорошо. Заметьте, звук. И когда мы… Вот стоит видеооператор, которого мы привезли из Краснодара. До этого было огромное количество людей на нас работало. Они все срезались на звуки. Все срезались. Они делали хорошую картинку со звуком. Даже он срезался, пока он не научился. Звук – это очень важно. Микрофон стоит в районе 10 тысяч рублей. Он беспроводной. То есть вы… Вот как у меня висит вот этот микрофон. Он идёт на эту камеру. Примерно точно так же вы ставите на треногу штатив и начинаете вещать на расстоянии. Если вы отходите от телефона дальше, чем на расстоянии вытянутой руки, ваш голос слушать очень сложно. Особенно в неподготовленных помещениях. Гулких. Понятно? Презентацию, пожалуйста. Напишите сценарий. Это боль вообще. Это моя боль. Написать сценарий – это просто я тяну. Кто знает, что такое AIDA или Pain Hope Solution? А ну-ка, кто из нас смотрит? Вы замечали видео, где всем привет, а я сегодня вам расскажу, вот я покажу. И ты такой две минуты смотришь, три минуты уже… Ты не смотришь, пошёл, ушёл, бросаешь. Вы уходите с десятой секунды. То есть очень важно первые 10 секунд удержать внимание клиента. Как его удержать? Как удержать внимание клиента? Заманить. Чем? Озвучить боль. Ещё? Смотрите, на самом деле сценария два. Первый сценарий – это удивить. Выдра! Что такое? Какая выдра? Что там такое? Какая выдра? Ну, непонятно. Человеку рвётся шаблон, он продолжает смотреть. Условно. Вы начинаете рассказывать про перманент и говорите, а вы знаете, что вчера умерло 10 человек от татуажа? Они болели ковидом, но… Да. Ещё раз, я говорю, что это провокация определённая. С ней надо быть осторожным, но это сценарий, который называется «Аида». Attention. Вот сейчас боюсь соврать. Погуглите, короче. Смысл в том, что вы привлекаете внимание и затем призываете к действию. И я его не очень люблю, потому что у меня скудная фантазия. У меня реально проблема с этим, с выдрами и прочим. Поэтому такие тупые примеры. А у меня лучше с другим вариантом. Это pain-mo-pain-hop-solution. Её использует очень часто эта схему «магазин на диване». Смотрели «магазин на диване»? Естественно. Не оторваться же, начинаешь смотреть, и всё пропало. У вас грязный пол, а секущие тряпки воняют и не могут справиться со своей задачей. Но есть решение. Ну и так далее. Pain-mo-pain, боль, больше боли, надежда, решение. Поняли структуру? Приведите пример pain-mo-pain-hop-solution для любого видео. Для видео, например, с короткоходными и длинноходными машинками. Давайте. Правильно, да. Верно. Течёт пигмент, льётся краска, вы устали уже с этим работать и не знаете, что сделать. В этом видео я расскажу, как исправить эту проблему. И мы поговорим о короткоходах. Или там, что ещё там? Pain-mo-pain. Ещё варианты, накидывайте. Клиенту больно, у него там кровь течёт, фарш сделали. Наверное, неправильно настроенную иголку. Каждый из ваших заголовков, которые вы готовите в сценарии, должен написан быть по pain-mo-pain-hop-solution. Это уделите внимание. Вам не нужно прописывать сценарий и зачитывать его, потому что это будет выглядеть неестественно. Это будет выглядеть, как говорящая голова. Ну, прям это прям фу-фу-фу. Вам нужно прописать основные заголовки, вот как мы сейчас делаем. Можно, пожалуйста, нам презентацию? Это же наш сценарий. То есть мы рассказываем сейчас, смотрите, напишите сценарий, я рассказываю вам. Ну, очень естественно, я не заучил это, я понимаю, о чём вам говорить. То же самое и вы. Вы пишете сценарий заголовками. Каждый из них pain-mo-pain-hop-solution. Тогда ваше видео будет интересно, тогда его будут смотреть. Понятно? Ещё одно правило, которого здесь нет, но вы должны его применить. Либо развлекайте аудиторию, веселите её, ну, как бы, чтобы ей было интересно. Либо давайте что-то ценное, что-то, что им будет полезно. Ваше мнение о чём-то им неинтересно. Аудитории интересна только она сама. Все люди, которые смотрят ваше видео и наше, в том числе, эгоисты. Их интересуют только собственные проблемы. Итак, пять процентов ошибок, которые вы на сто процентов совершите. Потому что мы их совершили. Заставка в начале. Длинная, красивая, с музыкой. Кто пятнадцатисекундную заставку на ютубчике перематывает? Есть такие люди? Или вообще, блин, я не перематываю. Подождите, вы же не смотрите ютуб, только что говорили. До свидания. Не ставьте за... Очень хочется, как красиво, переливы, перманент, снежок, там, все дела, градиентик. Нахер. Вам это никому не интересно, кроме вашего видеографа. Да, Лёш? Поэтому в начале ролика вы берете и сразу даете смыслы. Вот пример. Капает пигмент, и вы не знаете, что делать. Как работать с клиентами, которые пигмент не вносятся в кожу. Что делать, как настроить машинку? Я расскажу. Понимаете, да? Это цепляет. Вы можете вставить заставку чуть-чуть попозже. Она должна быть очень короткая. У нас заставка секунда. Может быть, кто-то видел, помнит такое. Заставка должна быть очень короткая. Дальше. Звук без внешнего микрофона. Не потому, что вы не прослушали меня и внешний микрофон не взяли. А вы взяли микрофон, но не включили его. Или вы взяли микрофон, но села батарейка. Да, Лёша? Да. А сейчас Лёша, если вы обратите внимание, вот он сейчас без наушника. Почему ты без наушника, Лёша? Обычно он втыкает в камеру наушник, и он слушает. А идёт ли звук с микрофона? Поэтому обязательно, это очень важно. Если вы сняли видео без звука, с микрофона, перезапишите его. Почему? Потому что вы потратите на это один час, а видео будет висеть всегда. И если у вас всегда будет видео висеть с плохим звуком, оно будет конвертить всегда хуже, чем видео с хорошим. Понятно, да? Вы сейчас не понимаете эту боль, но она есть. Третье — это вода. Мы эту ошибку не совершали. Мы всегда мясцом кормили аудиторию. Но есть огромное количество людей. Если завтра Ирина Водоенкова станет хорошим мастером для начала, а во-вторых, станет офигенно, плотно упаковывать информацию, и давать, энергии у неё харизмы хватает, если она будет упаковывать и давать каждому клиенту, она взлетит в космос просто. Не надо лить воду, не надо бояться потерять ту ценность, которая у вас есть. Вы офигенно много знаете, просто вы сами ещё не понимаете этого. Отдавайте всё. И самое интересное, в процессе этой отдачи вы для себя что-то новое поймёте. Вы для себя чему-то научитесь. Это, кстати, одна из причин, почему вам нужно начинать преподавать. Кто-то преподает, здесь тренеры есть? Есть. А кто не преподает, тоже есть. Вот вам нужно... А хотите? А хотите, да. Желание есть? Помимо денег и социальной значимости, вы ещё станете круче, как мастер. Потому что вы через преподавание и закрытие ошибок других, вы станете сильнее сами. Понимаете, как это работает? Когда ты пытаешься объяснить кому-то, как этот процесс совершается, у тебя всё встаёт по полочкам в голове, в твоей. Потому что оно не было по полочкам, пока ты не начал объяснять какому-то барану. Это, да, вы будьте готовы к тому, что аудитория глупая. Чем проще вы говорите опять, не надо сложных терминов. Я очень просто пытаюсь всегда объяснять. Не знаю, вы смотрели мои ролики, максимально просто, потому что это несложно на самом деле. Зачем говорить сложные термины в нашей простой работе? Да, аудитория глупая не потому, что она глупая, а потому что вы такое её воспринимаете. Вам кажется, ну ты что, тупой? Ну да. Знаете, как я с женой иногда такое говорю? Я говорю, как ты могла? Никто же не считает, что я тупой. Окей. Много музыки. Это ещё один минус, с которым вы сталкиваетесь. Если у вас в ролике есть фоновая музыка, на которой вы говорите, это нормально. Если вы вместо своего голоса вставляете музыку, на этом моменте пойдут отказы, люди начнут выходить. Вы поймите, как только вы вставляете музыку, это значит, ну, собственно говоря, тут ценности никакой нет. До свидания. Говорите, даже если вы уже, мам, нечего говорить, возьмите микрофон, возьмите телефон, в конце концов, наговорите что-то в диктофон, а в программе, которая будет дальше, и которую я расскажу, просто наложите сверху. Это несложно. И это очень сильно вашу аудиторию удержит и поднимет ценность вашего контента. Ферштейн? Отлично. Так, и нерегулярность. Мы совершаем эту ошибку до сих пор. К сожалению, если бы видео снимал я, и я был бы мастером перманентного макияжа, я бы был очень популярным. Даже сериал не досняли. Но, к сожалению, мне приходится толкать Лену, а она творческий человек, не всегда она толкается. И если вы будете снимать, давайте так, если вы за два месяца снимете восемь роликов, я вам гарантирую, вы офигеете. Я серьезно говорю, вы просто прозреете от той обратной связи, которая придет от аудитории. Выходим из телефонов. Вам бесплатная информация дается. Привет. Да. Окей. Поиск тем. Как искать темы? Есть паблики в Инстаграм, посвященные татуажу, я не знаю, подписаны вы на их или нет. Нас там регулярно отмечают, ну, меня нет, Лену, да. Это, как они называются? Форум ПМ. Форум ПМ. Понимаете, о чем я? Да? Там новички задают вопросы. Открываете форум ПМ и смотрите. Каждый вопрос — это тема для видео. Каждый вопрос — это боль человека, которую вы можете закрыть. Соответственно, вы берете самые популярные, где куча комментариев, куча каких-то движений, вы берете их, снимаете. Ништяк. Снимаем видео. Очень круто. Второе. Это контент-карта из NE Pigments Pack. Оно, кстати, в прошлом выступлении было. Там есть контент-карта, которую я специально положил туда. Это контент-карта, которая обеспечит вас темами для видео на целый год вперед, если вы будете снимать каждую неделю. Мои темы? Четыре минуты. Хорошо. Итак, и самое интересное — это понять то, чем думает ваша аудитория через сайт, который называется wordstat.yandex.ru. Что он из себя представляет? Смотрим. Вы вбиваете слово «татуаж» и смотрите. А что народ ищет? Он ищет татуаж бровей, татуаж губ, татуаж фото, татуаж глаз, татуаж отзыва и так далее. Когда вы ищете что-то в интернете, например, в Гугле, он помимо того, что выдает вам результаты поиска, он еще выдает вам видео. Заметили это? Ну, то есть в результатах поиска вверху всегда видосики. Вы можете тратить кучу денег на то, чтобы продвинуть свой сайт, а можете снять, например, как мы это сделали, татуаж фото до и после и собрать там несколько десятков тысяч просмотров просто на слайдах фотографий. А люди, им нравится, они смотрят, им реально это интересно, потому что они это искали. Или вы можете удаление татуажа снять, посмотрите, у вас есть 24 тысячи запросов по удалению. Расскажите об этом. Вы можете взять перманентный макияж, там внизу еще написано, сейчас, секунду, не попало сюда, но смысл в том, что там и волосковый татуаж есть, там есть еще, что можно делать после татуажа. Видите, татуаж можно, люди так ищут. Используйте этот инструмент и он вам поможет. Самое главное, пообещайте мне, что вы снимете видео, начните это, сдвиньте это с мертвой точки. Очень классно, когда вот этот олимп ютубов, олимп людей, которые, знаете, влияют на индустрию, он представлен не из таких лентяев, как мы, а из достойных, там есть конкуренция. Я не кривлю душой, очень важно, чтобы была внутри комьюнити конкуренция. Пожалуйста, только микрофон нужен, да, организатор, если можно. Спасибо. Да, есть вопросы, если у кого-то, пожалуйста, welcome. Мы постараемся быстро ответить. Здравствуйте. Привет. Спасибо. Спасибо. Но не больше сколько? Не больше и нисколько. Пять часов. Потому что это бесплатно. То, что там все устарело, ну, как бы, ладно, я просматриваю. Окей. Еще вопросы есть у вас, ребят? Девчат? Пожалуйста. Да, только микрофон, чтобы все слышали. Короче, я была мастером по ресницам год назад, но я зашла в YouTube посмотреть, как делается перманент губ. Мне было дико интересно, увидела у своей бабушки. Собственно, я думала, что татуаж — это полная жесть, которую я вижу в автобусах, в маршрутках, вот этих вот синие ужасные штуки. Потом я зашла на YouTube, увидела ваш ролик о разоблачении мастеров татуажа. То есть, почему работает кто-то пигментами перманентными, а кто-то работает татумиксами. Собственно, я посмотрела, такая думаю, ого, вот это честный человек, блин, интересно, надо что-то еще посмотреть. Начала смотреть видео, а потом думаю, а там деньги есть. И я думаю, черт, у меня есть 100 тысяч рублей, надо срочно ехать на обучение. Я через месяц поехала к вам в Москву, в ребро и отучилась. Блин, я так кайфанула. И вот после этого я поняла, что YouTube реально работает, но у меня его еще нет. Поэтому YouTube реально работает. Похлопаем девушке. Потому что она к нам приехала. Окей, сейчас от нас мы не получаем прибыли от розничных студий и школ. Я очень признателен, что вы нас выбрали и приехали. Но мы зарабатываем сейчас в основном на пигментах и онлайн-обучении. Поэтому если вы хотите сказать спасибо, купите наши пигменты или купите за 1 рубль курс. Вы знаете, что у нас есть курс за 1 рубль? На полном серьезе вы можете прийти и купить за 1 рубль пройти курс. Или за 99 рублей. Они очень недорогие. У меня все. Если у вас есть вопросы, у вас не будет, скорее всего, шанса задать их еще раз. Пожалуйста, администрая этот микрофон. Пожалуйста, вот девушки. Девушки в белом. Здравствуйте. Да, привет. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. В Москве большая конкуренция. Не так давно сюда переехала. И я, можно сказать, здесь новичок. То есть у меня нет своей базы. Вот в Ютубе как я могу привлечь клиентов? У меня небольшой опыт. Год. То есть получается клиентов совсем мало. То есть там на родине они у меня есть, а здесь конкуренция большая. Ютуб это, смотрите, Ютуб это не площадка, которая решит все ваши болезни. Еще раз. Ютуб не решает проблему трафика мгновенно. Это очень долгая таблетка. Это прямо долгий курс, который закидывая туда постоянно, это ваши инвестиции. Вы со временем получите прибыль. Не сразу. Вы можете снять, конечно, что-то провокационное и что-то снять. Но, в общем, Москва на секунду, Москва это 10% России. То есть если вы получите 100 тысяч просмотров, 10 тысяч из них будут москвичи. Из них тысяча заинтересуются вами, а 100 купит у вас что-то. Это очень круто. Поэтому не надо стесняться, снимайте для всех. Все, ребята, девчата, спасибо большое. Похлопайте, как вам понравилось.